здравствуйте сегодня провожу урок химии для восьмых классов девизом я выбрала слова я знаю химию вот знаки припинания не поставила кто-то поставить точку и согласиться со мной что да я знаю химию кто-то поставит многоточие а кто-то и знак вопроса не очень хочется чтобы вы все могли сказать я знаю химию ведь химия наука веществах их свойствах превращениях и явлениях которых сопровождают эти превращения многие процессы которые происходят вокруг нас это химические процессы для того чтобы их понимать вам нужно понимать химию все что нас окружает это тела тела имеют физические размеры они имеют массу объем длину высоту вещества таких параметров не имеют мне самое главное что гвоздь железный а сколько железа в этом гвозде меня не интересует потому что я изучаю вещество все вещества состоят из молекул без молекул а молекулы состоят из атомов это самое первое что вы должны помнить сегодня я постаралась приготовить для вас материал который поможет повторить и закрепить а могут и вспомнить какие-то знания за курс химии восьмого класса первое что вы должны помнить это атомно-молекулярное учение вещества существует с молекулярным и не молекулярным строением между молекулами имеются промежутки размеры которых зависят от агрегатного состояния вещества и температуры вспомним пожалуйста газообразном веществе между молекулами огромные расстояния и молекулы друг на друга никоим образом не влияют молекулах жидкости молекулы расположены гораздо ближе между собой но могут относительно друг друга перемещаться в пространстве а вот в твердом веществе все молекулы находятся в строго определенном положении да они тоже совершают движение но только колебательные все молекулы находятся в непрерывном движении молекулы состоят из атомов а атомы характеризуются определенной массой и размерами при физических явлениях молекулы сохраняются при химических как правило разрушаются атомы при химических явлениях перегруппироваются образуя молекулы новых атомов вещества все в химии делятся на чистые и смеси а чистые вещества делятся на простые и сложные но об этом чуть чуть позже мы выяснили что мельчайшие частицы которые рассматривают в химии это атом согласно модели резерв форда каждый атом состоит из находящегося в его центре ядра и электронной оболочки ядро состоит из протонов положительных и нейтронов нейтральных а электроны имеют отрицательный заряд и вращаются вокруг ядра обратите внимание на таблицу внизу слайда массы протонов и нейтронов почти одинаковые равляются единицы а вот электрон гораздо мельче протонов и нейтронов поэтому массу электронов обычно пренебрегают как вы можете определить число протонов и нейтронов оказывается основная масса заключена как мы выяснили в ядре то есть масса ядра равна число протонов плюс число нейтронов и чтобы найти число нейтронов нужно относительно от относительно атомной от относительно атомной массы отнять число протонов а это порядковый номер данного элемента вспомните все элементы многие элементы имеют изотопы 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 это атомы одного и того же вида они имеют абсолютно одинаковый заряд то есть количество протонов но могут отличаться числом нейтронов у водорода таких изотопов 3 против дейтерии третий обратите внимание у против нет нейтронов у дейтерия ядро состоит из одного протона и одного нейтрона и у третья из одного протона и двух нейтронов вспомните мы с вами говорили что масса протона равна практически равна массе нейтронов и условно равна одной атомной единице соответственно а там против будет весить 1 дейтерия 2 а 3 целых 3 мы с вами знаем что масса водорода равняется 1 это говорит о том что основные атомы которые находятся в природе они представлены представлены именно против помочь разобраться во всем многообразии может периодическая таблица и периодический закон периодический закон гласит свойства простых тел а также форма и свойства соединения элементов находятся в периодической зависимости от заряда ядра а периодическая система это графическое изображение периодического закона физический смысл периодического закона заключается в периодическом изменении свойств химических элементов их соединений при увеличении заряда ядра и объясняется тем что периодически повторяется строение внешнего электронного слоя периодическая таблица это великий подсказчика она может подсказать знак название относительную атомную массу порядковый номер который соответствует числу протонов и нейтронов а также какой каким элементом относится данный элемент spd или f мы различаем в периодической таблице периоды большие малые группы главные и побочные и я надеюсь что вы умеете работать с таблицей таблица замечательная подсказка для тех кто умеет ею пользоваться обратите внимание неметаллические окислительные свойства электро отрицательность увеличивается от начала до конца в периоде если мы рассматриваем атомный радиус запомните что в периоде атомный радиус уменьшается происходит это за счет того что увеличивается сила притяжения между последними электронами и ядром а вот в группе наоборот атомный радиус увеличивается как и восстановительные способности и металлические свойства элементов не металлические окислительные и электро отрицательность в группе уменьшаются конечно же для того чтобы четко понимать что ты знаешь химию вы должны знать термины но вот некоторые из них химическая формула это условная запись качественного количественного состава вещества посредством химических символов и индексов относительно единица массы атомная единица массы это единица измерения массы атома и равна на 1 двенадцатой массы углерода моль это количество вещества в котором содержится число частиц равное число атомов 12 граммов углерода постоянная вагадра число частиц содержащихся в одном моле всегда равняется 6 целых умноженное на 10 23 степени моль в минус 1 степень молярная масса вещества это масса вещества взятого в количестве одного моля и нельзя записывать две молекулы равны воды равно 2 умножить на 18 потому что молярная масса воды это 18 грамм на моль то есть масса одного моля относительно атомная масса также является показывает отношение массы атома данного элемента 1 12 массы атома углерода массовая доля показывает какая часть относительной молекулярной массы вещества x приходится в данный момент на данный элемент обратите внимание есть такое понятие умение читать формулы и понимать где находится коэффициент а где индекс вспоминаем большая цифра перед молекулой это коэффициент и она показывает количество молекул которая сейчас рассматривается в данный момент а маленькая цифра после элемента это индекс который указывает количество атомов этого элемента в одной молекуле следующие слайд я посвящаю валентности и степени окисления вы изучали эти темы в разные времена но очень часто их путаете валентности степени окисления это разные понятия хотя численно они очень часто равны чтобы их понять вы должны четко знать закон постоянства состава веществ каждое химически чистое вещество молекулярного строения независимо от способа получения имеет постоянный качественный и количественный состав то есть если это молекула воды h2o то независимо от того где как вы ее получили она всегда будет состоять из двух атомов водорода и одного атома кислорода валентность это свойство атома химического элемента присоединять или замещать определенное число атомов другого элемента то есть валентность показывает число связей который данный элемент может образовывать другим элементом степени кисления это условный заряд атома в молекуле значение степени окисления определяется числом электронов смещенных от одного атома данного элемента к другому степени кисления может иметь знак плюс 0 или минус заряда у валентности не существует и вам показываются даются таблицы подсказки которые показывают вам как можно определить валентность по формуле и степень окисления вспоминаем что очень важное понятие которое каждый из вас должен иметь это виды химической связи уметь определять их напоминаю что существует ионная связь которая образуется между ионами ковалентная ковалентная полярная ковалентная неполярная и металлическая связь в таблице указаны способы образования связи я надеюсь что это поможет вам в определении типа химической связи в вопросах химическая реакция но как же химия может пройти пройти без химической реакции химическая реакция это явление в результате которого из 1 одних веществ образуются другие реагенты это вещества вступающие в химическую реакцию продукты реакции это вещества которые образуются в результате реакции запомните что если вы увидели выделение теплоты изменения окраски появление запаха образование осадка или выделение газа тогда вы можете говорить что вы видите химическую прям химическое уравнение это условная запись химической реакции с помощью химических формул показывает какие вещества и в каком количестве вступают в реакцию и получается в результате реакции реакции различает соединение разложение замещение и обмена по схемам которые даны правой части вы можете определить какому типу относится та реакция с которой вы работаете и запоминаем важный закон закон сохранения массы веществ масса веществ вступивших в химическую реакцию равна массе образовавшихся в результате реакции в результате химических реакции атомы не исчезают и не возникают а происходит их перегруппировка еще раз запоминаем масса веществ вступивших в реакцию равна массе образовавшихся веществ это закон который был доказан не единожды концу курса восьмого класса вы умеете определять вещества простые и сложные с простыми все гораздо легче там металлы и не металлы а вот сложные делятся на оксиды гидроксиды и соли и эти классы в свою очередь делятся еще на под классы на подгруппы данная таблица если вы скопируете и себе и будете использовать поможет вам в определении вещества то есть передо мной формула натрий у аж я обращаю внимание что это вещество состоит из элемента водорода и кислорода значит это какой-то гидроксид гидроксидом у нас могут быть кислоты и основания основание это вещества которые состоят из металла и у вас группы значит вещество натрий у аж это основание данная таблица очень может помочь вам в изучении химии следующие два слайда это ваша шпаргалка ваша помощница при написании любой реакции за курс восьмого класса умея определять классы веществ вы можете предположить какое вещество у вас окажется в конце реакции то есть если основной оксид реагирует с кислотным оксидом в любом случае образуется соль магний о плюс co2 образуется магний co3 соль состоит из металла и соответственного кислотного остатка конечно очень важно чтобы вы еще выучили 10 кислот наиболее часто встречаемых в курсе химии вторая таблица также показывает правила но здесь показаны методы получения основных классов неорганических соединений точно также по правилам вы можете предположить какое вещество может получиться я советую вам использовать эти две таблицы при изучении химии следующих классов 9 10 и 11 и конечно же химия без задач не бывает химии используются следующие физические величины это количество вещества масса массовая доля малярная масса малярный объем объем вещества относительно атомная масса относительно молекулярная масса относительная плотность газа а по газу b плотность вещества постоянная вагадра температура абсолютная температура по шкале цельсия тепловой эффект химической реакции да выглядит страшно но если вы разберетесь в этом вы покойные легко сможете решать задачи не только в восьмом классе но и в десятом одиннадцатом и девятом правой части вам показано каким образом через какие формулы можно найти все физические величины которые используются в курсе химии обычно это объем плотность масса малярная масса количество вещества и малярный объем обращая ваше внимание что малярная масса изменила свое обозначение и обозначается буковкой дню в нижней части показано как можно применять данные формулы и теперь мы приступаем к тем задачам которые могут встречаться в курсе химии первое это относительно атомная масса определяется она по периодической таблице относительно молекулярная масса вещества также определяется по таблице и она складывается из относительных атомных масс элементов составляющих молекулу массовая доля химического элемента w равна отношении его массы в данном веществе к относительно молекулярной массе определяется по формуле n не умножить на относительную атомную массу разделить на относительную молекулярную массу то есть отношение n-ого числа атомов данного элемента к общей массе молекулей задача вывод химических формул если известны массовые доли химических элементов входящих состав данного вещества задача известно что массовые доли натрия серой кислорода в данном веществе соответственно составляет 21 целое одна десятая 40 целых пятьдесят одна сотая и 30 целых тридцать восемь сотых вычислите индексы химической формуле вещества натрий x с y o z прежде всего из условия задачи следует что 100 единицах массы вещества 29 1 это единицы натрия 40 целых пятьдесят одна сотая единицы серы и 30 целых восемь тридцать восемь сотых единицы кислорода если каждый из этих чисел разделить на относительно атомные массы соответствующих элементов то в этом случае находим число атомов каждого элемента в 100 единицах вещества проводим действия получает соответствующие числа но вы же понимаете что мы не можем взять дробные части атома они должны быть у нас целые для того чтобы привести его к целым проводят элементарное действие каждое из этих чисел мы делим на наименьшее из них в результате получается соотношение 11 полтора нас тоже это не устраивает чтобы 1,5 превратить в целое число мы все эти числа умножаем на 2 и тогда у нас образуется соотношение x y z как 2 2 1 эти числа принимаются в качестве индексов и простейшая формула вещества натрий 2 с 2 о 3 первая задача решена но сколько их еще впереди записываем следующую задачу вычислить плотность кислорода по водороду по воздуху для того чтобы решить первое находится относительно молекулярные массы молекулярная масса 2 32 водорода 2 и малярная масса воздуха 29 это число нужно запомнить это средняя величина всех газов входящих состав воздуха относительная плотность газа x по газу y соответствует отношению относительно молекулярной массы x к относительно молекулярной массе y тогда относительная плотность кислорода по водороду равняется 32 разделить на 2 то есть 16 а по воздуху 32 разделить на 19 то есть 1,103 записываем ответ запомните что понятие относительно молекулярная масса воздуха опыт употребляется условно так как воздух не индивидуальное вещество а смесь газов записываем следующую задачу вычислите массу кислорода выделившегося в результате разложения порции воды массой 9 граммов мы сейчас решаем задачу вычисления массы вещества по известной массе другого вещества и так записываем дано известна масса воды 9 граммов нужно найти массу кислорода которое можно получить из этой массы воды дополнительные данные решаем вычисляя малярную массу воды и кислорода находим не у то есть количество вещества воды масса деленное на малярную массу то есть пол боли воды составляем уравнение реакции вода при действии постоянного электрического тока разлагается на водород и кислород записываем данные по уравнению реакции а мы уравняли уравнение реакции на 2 моль воды образуется 2 моль кислорода соответственно если у нас 0 5 моль воды вступила в реакцию то водорода образуется в два раза меньше то есть 0 25 а для того чтобы найти массу кислорода нужно количество вещества умножить на малярную массу ответ 8 граммов следующий алгоритм это вычисление объема вещества по известной массе другого вещества учащий участвующего в реакции задача вычислить объем кислорода выделившегося в результате разложения порции воды масса 9 граммов точно также записываем дано нужно определить объем кислорода алгоритм решения тот же что и в предыдущей задаче то есть находим малярные массы малярный объем находим не у воды имеющие в наличии 9 разделить на 1805 пишем уравнение реакции находим по уравнению реакции не у кислорода и отличие идет только в последней точке мы находим не массу объем чтобы найти объем кислорода надо количество вещества умножить на малярный объем 22,4 литра и ответ получается 5,6 литра следующая задача это расчет по химическому уравнению объемных отношений газов вычислите объем кислорода необходимого для сжигания порции ацетилена объемом 50 литров ацетилен имеет формула c2 h2 50 литров нужно найти объем кислорода записываем уравнение реакции уравниваем его записываем данные 50 литров согласно закону авогадро стереохимические соотношения газов равны им их объемным отношениям то есть если на 2 моль ацетилена необходимо расходовать 5 моль кислорода можно рассматривать их как объемы то есть на 2 объема ацетилена расходуется 5 объемов кислорода составляем пропорцию то есть 50 делим на 2 x делим на 5 отсюда x получается 125 литров задача решается практически при написании уравнения следующая задача это вычисление массовой доли вещества в растворе при выпаривании раствора массой 500 граммов образовалась 25 граммов кристаллической соли хлорида натрия вычислите массовую долю соли в исходном растворе принцип тот же самый записываем массу раствора 500 граммов масса вещества натрий хлор 25 граммов нужно вычислить массовую долю напоминаю что массовая доля вычисляется по формуле масса вещества деленное на массу раствора то есть получается что массовая доля равна пять сотых или пять процентов если у нас не от единицы высчитывается о 100 процентах следующая задача это вычисление массы вещества в растворе по массе раствора и массовой доли растворенного вещества то есть задача обратная известно вычислить массу гидроксида натрия необходимого для приготовления 400 граммов 20 процентного раствора гидроксида натрия опять записываем данную масса раствора и массовая доля а вот масса вещества нам нужно вычислить здесь необходимо провести преобразование формулы то есть если мы знаем что массовая доля растворенного вещества равна масса вещества, деленное на массу раствора. Из этой формулы вывод масса вещества равна масса раствора, умноженной на его массовую долю. То есть 400 надо умножить на 0,2 равно 80 граммов. Расчеты по термохимическим уравнениям. Это вычисление количества вещества по известной массе вещества. Очень часто, когда вы слышите слово термохимическое уравнение, вы уже боитесь задачи и уже сдаетесь. Не нужно. Задача решается практически точно так же, как и предыдущая. По термохимическому уравнению два атома меди плюс молекула кислорода образуется, две молекулы Купрум-О и выделяется 310 кДж. Вычислите количество теплоты, выделившееся в результате окисления порции меди массой 16 граммов. Записываем дано. Масса меди, количество теплоты обозначается буквой КУ, 310 кДж. Это энергия реакции. Нужно выделить энергию, которая выделится при окислении данной порции меди. Находим ню меди, то есть количество вещества, по той же самой формуле масса, деленная на молярную массу, то есть 0,25 моль. Записываем уравнение реакции, проставляем. В нижней части вы видите, что на 2 моль меди образуется 310 кДж энергии, теплоты, а на 0,25 х вопрос. Соответственно, образуется реакция, которую мы решаем и находим, что х равняется 38,75 кДж. Задача решена. Расчеты под термохимическим уравнением. Вычисление массы веществ по известному количеству вещества. То есть, эта задача обратная. Известно количество вещества, а нужно найти массу вещества. Точно так же записываем дано. Ку реакции, ку энергии при сгорании определенного количества вещества. Пишем уравнение реакции. Составляем С плюс О2, образуется СО2 и 412 кДж. Это температура реакции. А при сжигании неизвестного количества вещества образуется 82,4 кДж. Составляем пропорцию. И образует... Получается, что для того, чтобы выделилось 82,4 кДж тепла, необходимо 0,2 моль углерода. А чтобы найти его массу, мы количество вещества умножаем на малярную массу. То есть, масса углерода равняется 2,4. Это практически все задачи, которые вам будут встречаться. Простейшие. Я очень советую вам прорешать их еще раз в замедленной съемке. Мышление — это способность ориентироваться в окружающем мире, мыслить, рассуждать. И помните, пожалуйста, что повторение — это мать учения. Химия — сложная наука, но она становится проще, когда вы ее начинаете понимать. Используйте те опорные конспекты, которые я сегодня вам предложила. Спасибо за внимание. И до новых встреч в девятом классе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok